всем приветик друзья товарищи youtube канал как в америке меня зовут питек уже где-то лоб вымазал лазил под машиной а вот так вот решил сегодня видео записать и поменять на грузовике шланги на прицеп которые идут на воздух и кабель на электрику естественно что у нас здесь старые мои я делал видео я их ставил еще когда купил когда купил машину два года назад примерно у меня были такие ситуации что надо было разворачиваться в ограниченном пространстве и вот это его длины не хватало они натягивались жестко просто жестко и у меня даже электрический кабель придет на электрику на прицеп он вырвал у меня розетку даже на трейлере а так вот слава богу я тогда был уже на базе уже мне дальше уже никуда не нужно было ехать этим прицепом я его оставлял на базе я подходил всегда говорил ребятам что повреждение вот и ну чтобы никто с этим прицепом дальше не поехал потом не дай бог длина вот у меня старый и новые у меня получается электрокабель где-то на полметра будет длиннее а шланги вообще шланги вообще капитально будут длиннее я купил уже вот такой вот в обмотке его надо будет зафиксировать двух двух местах подвесить у меня там как раз я вижу две пружинки одну пружинку задействуем вот сюда таким образом вторую надо будет что-то придумать какой-то второй карабин во втором месте вот в общем что меняю шланги залез под под машину проверил на сушитель воздуха фильтр в котором силикогель находится который очень редко меняется его тоже менял где-то год полтора назад надо поменять потому что в нашем регионе очень много влажности зимой и я думаю хуже не будет если я поменяю его еще раз он где-то долларов 40 стоит я сейчас фотографировал чтобы точно уже номер запчасти знать вот остальное все нормально по машине все нормально после двухмесячного просто я приехал проверил давление в колесах все огонь супер супер купер приехал с рейса поставил машину рейс был где три часа в одну сторону три часа назад на следующий день проверяю колесо в ноль наверное когда давление проверял немножко ниппель может где то что-то как-то немножко его перекосило полностью полностью ушел воздух из машины вот и из машины говорю из колеса него там всегда перед поездкой надо проверять колеса хотя бы пройтись ногой по ним постукать вот это вот это вот не приколюха что водителя ходят ногой бьют по колесу это проверка давления на самом деле такое меня вот эти кабеля и потом хочу разложить вам показать инструмент вот тема этого видео инструмент который необходимо обязательном порядке держать каждому водителю каждому владельцу грузовика неважного водителя владелец грузовика обязательный набор инструментов который должен быть в машине сейчас я вот это все установлю и потом немножечко все разложу аккуратненько красиво у меня там в талбаксе как обычно бардак вот и все аккуратненько красиво покажу и так что мы имеем погнали уже за заднее колесо заходит у меня мои заходили максимум вот до сюда до первого моста тут у нас уже оба уже за заднее колесо заходит трейлер ходовой врач прям вот сюда вот за заднее колесо шикарно все четко возвращаем на место и и даже тут у нас еще даже и вроде как и не не трется сильно здесь на что на электрическом висит тут вроде пружинка все четко сюда вот только наверно надо изоленты еще подмотать хорошенько слоев парочку чтобы там об эту железку не тянуть в принципе хорошо так вопрос знатокам октябрь месяц начало октября на улице плюс 20 в горах тоже вроде бы там тепло еще снега нету серебряный лес елки 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 а потом вот такой вот как будто замороженный замороженный лес ну я думал у меня бардак в тачке а у него то же самое сидушки все сложены он я думал я думал да я думал у меня там склад а у него то же самое так что тут все забрал рыбы либо рыба рыбу мы уже показывали за хвост и а так сколько килограмм примерно ты думаешь ну вот возьми ну соли то попали случайно в кадр да 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 красавчик красавчик а я то не включил я включил смешной момент говорю посмотрите багажнике что творится у меня и у него ты уже загружаешься пола добавила мне добавила мне так аккуратненько я закрываю таня поедешь уже да так вот включил видео раз пришли в машину села раз поехала ну что марк сейчас едем на рыбалку честно покушаю хорошо так ну что садить машину поедем домой дает пешком все сейчас я обеду едем на твою рыбалку теперь отлично ну марк дава это прошлый раз да 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 ну ничего будем распутывать тогда если запутается перебрасываю мальчишки и были на рыбалке на рыбалке 9 утра вот у нас уже 10 часов вечера и до сих пор последствия рыбалки вот такие вот красивые кусочки у нас получается вот такие вот я решил где места не немножко разделали по-другому как филе а я решил не заморачиваться на сковородку вот такого кинул да и хорош вот такие вот получаются кусочки да вот такие вот стейки как их называют да и вот такая вот у него башка осталось вот такая у него башка осталось красиво красивые зубки у него а у него язык съедобный кстати вы не пробовали язык не пробовали но я знаю из языка зубы торчат а он коронки золотые у него можно повырезать я знаю что щечки щечки они самые вкусные дорогой турецкий вот и попилил витя рыбу конечно не с барского плеча но что-то что-то можно как говорится взять хотя бы тарелку какой-то стаканчик у меня там термос свой еда своя и как бы мелочи но все равно радует вот это вот на амазоновском складе такая зона отдыха можно купить напитки какие-то снеки если совсем ничего нету с собой там понятное дело туалет вот ну и как бы мелочи но хотя бы сегодня куриные рулетики вкуснейший начинкой вот небольшая зона отдыха там еще холер с собой вода наверно подключена там я так понимаю как бы сейчас покушаю и дальше а какая красота когда прицеп новенький вот я люблю но все равно надо включить аварийку и посмотреть чтобы сзади все моргало колеса проверил колеса нормально прицеп красота вообще набьё набьё прицеп набьё шланги у меня осталось дрочка еще нового купить и будет тогда вообще картинка картинка красотулечка я сейчас выезжаю из Элима это второй мой склад стартовал с Портланда все нормально все моргает мало ли что всегда проверяю колеса проверяю чтобы моргало все все пломбу повесил все в порядке можно ехать из Элима в сторону Сиэтла еду 5 сейчас с учетом трафика около четырех часов надо ехать останавливаюсь еще на заправку может лапы чуть-чуть выше поднять уже не будет все в порядке все моргает все хорошо едем ну что уже стемнело в районе сейчас десяти вечера приехал из Элима в городочек такой тут называется файв не файв как цифра 5 пишется файв и файв а тут файв и две ф файв такой городочек усиленный пункт здесь мне надо здесь мне надо сейчас скинуть груженый и взять пустой пустой протащить еще 20 миль в сторону дома потом на том же складе взять груженый и у меня идет груженый в сторону дома пригород Портланд на Траудейл пускай выезжает чувак я не завернусь здесь я скидываю на 762 груженый вот этот а пустой беру на на 703 интересно там на 703 стоит прицеп стоит на 703 прицеп да дверь открытый пустой ну такие вот логистические пункты перегрузки товаров амазон классно места много есть возможность хорошо развернуться это тебе не возле супермаркетов танцы с пупнами бывало минут по 20 не могу заехать такие места сложные были ой-ой-ой ой-ой-ой видно сразу человек учится видно сразу человек учится вот у него и место вагона все так аккуратненько они опытные они залетают вообще с лету просто залетают задом просто у меня сейчас не очень удобно что он там паркуется выключу свет чтобы ему не слепить лицо глаза чтобы ему не слепить он бедолага и так не знает что делать все когда-то были студентами девчонка девчонка учится девчонка учится ему скажем что я поеду понятно у меня тут сейчас вообще с одной руки заезд прогнал вперед и задом сдал легче простого нужно уже фары включить никому не мешаю вот дорожка сухенькая хорошо сейчас у нас нету еще пока сезона дождей ездить приятно варечку надо включать когда задом едешь у них на территории по зеркалам смотреть желательно ну вот аварийку выключить уже никто в меня уже не въедет, никому я не помешаю такие вот простые парковочки потихоньку, вот у меня вдоль линии прицепчик встал вот видно все хорошо вдоль линии красиво красиво пойду скидывать, отцеплять пойду информационное табло было о том, что три линии с правой стороны будут закрыты то есть что у нас две останется слева приехали все уже все хотят в левую все хотят все уже хотят в левую все навигация показывала плюс 5 минут асфальт кладут судя по всему, вон полосочка справа свеженькая все тащимся вообще стали вот так вот в Америке ночью делают дороги, чтобы днем людям не мешать зато в нашем штате асфальт вообще грех жаловаться редко ямы где найдешь ну что, час ночи за окном и перекус идет последний у меня прицепчик в нашу сторону траудейл, как я говорил, пригород Портланда 6 тонн на хвосте вот такой у меня перекус хот-дог какая-то в тесте типа сказали, там написано было курица с сыром шоколадка вафельки и кофе кофе шоколад и хот-дог 11 долларов перекус тут в принципе от этой точки у меня до дома час 10 но там немножко типа еще часа полтора до базы плюс пока скину прицеп пока доеду до дома я дома еще буду не скоро поэтому решил перекусить вот такой вот сейчас перекус у меня и вперед, вперед, вперед заканчивать рабочий день городочек называется Арлингтон отстоял тут, наверное, часов 14 вот в таком формате парковка а тут напротив есть Walmart там становятся ребята на грузовиках вон там, вон на Walmart он еще красненький за кустами трачок тоже стоит там еще даже кархоллер стал тоже вон там за кустами там все в этих все в знаках что тракам нельзя, 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 нельзя и даже и даже я когда пошел по парковке вот этого Walmart то есть оно уже приложение Amazon отслеживает твою локацию где ты находишься и мне оповещение на телефоне приходит не парковаться на парковке Walmart вот такой вот прикол ну, благополучно отстоял вот здесь вот 14 часов никто меня не трогал получается вот так вот вот здесь вот заезд на базу а вот на той полосе он там вот выезд и я тут вот посерединке на желтых полосочках целый день отстоял отоспал тут единственное, что немножко мне мешало там у них автоматически срабатывает громкоговоритель типа нельзя, а тут ходить частная собственность не знаю, на что он реагировал то ли на дождь, то ли на ветер вот но он немножко отвлекал меня но в целом выспался шикарно даже несмотря на то, что был ветерок и даже машину немножко покачивало выспался шикарно а еще у меня новые фары куплены и скоро у меня будут на верхоньке глазки на трачке так, завожу машину и уже у меня на приложении я вижу, что прицеп готов идет на Портланд ехать три с половиной часа завожу машину прогреваюсь и потихонечку выдвигаемся ну что, рабочий день подходит к своему логическому завершению три часа ночи три сорок почти четыре на часах на грузовике я начал свой рабочий день около часа дня то есть разрешенных четырнадцать часов по закону закончилось сорок минут назад но последние сорок минут грузовик использовался уже в некоммерческих целях personal convenience на персональном использовании я после того как работу закончил скинул прицеп вернулся домой какой красавчик он стоит вот вернулся домой как говорится уже нерабочее время опа заезжаем на место дислокации тут я паркую грузовичка занимает он у меня тут совсем мало места потому как без прицепа в последнее время катаю вот эти вот амазоновские ну и вот почти четыре утра а проснулся я вчера в семь утра некоторые дела надо было поехать DMV это по-нашему ГАИ заплатить там как говорится налог на грузовики так называемые прорейты платится раз в год независимо от того много ты ездишь или мало ты ездишь один из таких дорожных поборов несмотря на то что я оплачиваю в штате Орегон каждая пройденная мною миля оплачивается в 25 центов по штату Вашингтон считается Ифта поскольку я в штате Вашингтон не заправляюсь если бы я в штате Вашингтон заправлялся я бы вот эту вот Ифту не платил бы потому что налогов много уже в солярке а поскольку я в штате Вашингтон не заправляюсь заправляюсь в штате Орегон это мне выгоднее мне выгоднее покупать дешевую солярку в Орегоне и проплачивать вот эту Ифту на штат Вашингтон нежели бы я заправлялся бы дорогой соляркой и не проплачивал. Я прикидывал плюс-минус, на солярке я могу экономить 700-800 долларов, а там вот эта ифта, она где-то в районе 400. Такая вот плюс-минус, плюс-минус, конечно, не точная цифра, такая вот статистика.